Я начал рубрику, что если не WoW, чтобы выбрать MMORPG, в которую можно будет поиграть, когда WoW окончательно сдуется, ведь всем известно, что он сдувается, верно? Но обстоятельства немножко изменились, хотя, по мнению многих, World of Warcraft всё ещё катится на дно. И сегодня мы с вами посмотрим игру, которую в России выпускают замечательные, прекраснейшие Mail.ru, которые всё ещё не связались со мной. Ну так, я просто хотел пообщаться. Она недавно вышла в европейском и американском регионе и безумно хайпанула, потому что, судя по всему, нам всем не хватает MMORPG. В нашем регионе она тоже безумно хайпанула, потому что всё-таки, ой, Lost Ark, это что, ой, сколько зрителей на Твиче теперь нам тоже стало интересно. Хотя у нас она существует, по-моему, с 2019 года, если я не ошибаюсь, и активно развивается, вследствие чего, как бы, игра в развитии, опять же, наша с вами опережает европейский вариант. Я хотел изначально играть в европейский Lost Ark, но потом я подумал, что, может, не стоит и начинать. И всё-таки создал себе аккаунт на Mail.ru. Сегодня первый день моего знакомства с этой замечательной игрой нашего с вами будущего. Погнали. Это так тупо. Подождите, он теперь, типа, застыл с открытым ртом? А чё происходит вообще? А, выбор класса происходит. Так, и чё? Смотрите, он такой, он постоянно рычит немножко. Он ещё такой, типа... 20 минут спустя. Господи, а как я уже сделал тише эту игру уже в 10 раз? Она продолжает, сука, хуярить своей музыкой, уже заебала. Чё трава не шевелится, когда я её ногами по ней вожу? Гарафон говно, кстати. Кто спиздил мой ник? Ну, давайте вот такой пусть будет. Сука, ладно, сейчас, подождите, давайте я с нормальным ником создам сейчас. Да, блядь, в смысле введите имя персонажа? Нет. Пептар. Те-г-на-у-с-о-ч. Пять минут спустя. Ну, хотя мастер копья. Блин, я не думал, что мне захочется... Ну, смотрите, как она копьём. О-о-о-о-о-о! Всё, блядь, продано просто. Я буду мастером копья. Только не говорите, что я опять выбрал самую метовую хуйню. А чё значит возвышение? Это сразу деньги надо зап... А, ну да. Слушайте, как я угадал. Блядь, я думал, она бесплатная, серьёзно. Персонаж получит снаряжение 800 и перемещение в... И чё, и сколько это стоит? Вот это вот, допустим, купить. Товар будет выдан сразу. Не, ну, ты как бы не... Ну, у меня же карта нигде не привязана, они же не смогут с меня где-нибудь. Я всё время в такие моменты боюсь, что у меня прям сейчас деньги нахуй всё просто... Автоматически всё снимается. Хорошо, у них магазин работает. Три косаря, короче, стоит эта херня, которую я хочу. Нихуя. Почему... Почему Синематик в 360? Почему? Но их бойцы... Подожди, подожди, они накинули на игровой этот самый движок просто фильтр такой, типа графика, и оно стало вот так. Пиздец. Ну, у меня есть в DaVinci такой же фильтр. Ты просто накидываешь, и просто типа рисованная становится. Но на самом деле это модельки, как бы из игры. И оно ещё в качестве 360, то есть это, ну, пререндер. И они ещё и не двигаются. Кто, с кем, кто с кем разговаривает? Что это? Зачем они это сделали? Что это за пиздец вообще? Это прикол такой? Я просто про то, что тут эти картинки очень низкотекстурные ещё все. Они все в квадратах ебаных каких-то. Но они как-то обработаны, что квадратов нет, но видно, что оно прям плохого качества. Ой, пошли в сратые синематики, типа Final Fantasy. Просто берём, хуярим две модели в чёрное поле, и всё, заебись сделали. Но это всякое лучше, чем вот те картинки. Ох ты! Всё, подожди, звёзды! А тебе... Что, блядь? Вот бы со мной такое произошло. Сейчас так вот всё засветилось, и меня бы куда-нибудь засосало. Да-да, пусть убегает нахуй вообще, чтобы я не видел своего персонажа. Камера ещё дальше. Давай, Zoom X10, блядь, назад. А я не должен там поиграть сначала? Ещё чё-то? А чё мне сразу дали? Класс какой-то? Ну, это неинтересно, я думал, я буду качаться, потом смогу сделать квест на класс, как в Линейджи или в Рагнерке. Испытать? Да чё испытать? Я уже испытал всё. Сразу дали все скиллы. Чё там было? Я не успел прочесть, там чё-то было про базовую атаку. Не, обучение это прикольно, но они не... Ну, дали бы мне по какой-нибудь там тропинке бежать, и пока я бегу по тропинке, вылазят враги, мне говорят, нажимайте ту или иную кнопку. Это максимально то, как они это сделали, отвратительно. Я... Я... Во-первых, я не успеваю читать эти подсказки. Я их... Тут куча надписей всяких. Я только вижу подсказку, начинаю на неё концентрировать внимание, она исчезает. Ну, а чё... А, ну давайте, призвать босса. Ну, короче, в общем, держим все билки на КД. Потом переключаемся, держим все билки на КД здесь. Потом назад переключаемся. Бля, какая всратая хуйня. Я помню, когда я на бете играл, там была какая-то сюжетка вот до этого. И там давали скиллы, как я говорю, типа по очереди. По-моему. И потом уже я попадал сюда, после там нескольких часов геймплея. И тут выбирал класс, так было. А как сейчас, это хуйня тупая. Если бы я попал на какую-то полянку, и мне бы там сказали, вот, короче, нам нужно мясо убивать кабанов, это понятно. А тут как-то Руфион, Хаус, чего? Чё я тут делаю? Ну, вообще, это изометрическое MMORPG. То, что модельки всратые, это ещё ладно. Бля, там все в каких-то обносках, обрывках. И тут... Это я вообще? Да, это я. И тут я. А что с моими волосами? А, это очень сильный ветер, видимо, на корабле. Блин, мне кажется, такая женщина бы не... на этом корабле не выжила, честно говоря. Её бы убили и изнасиловали уже. Lost Ark. И ПНГ-шка опять на заднем фоне. Блядь, это ПНГ, я не могу... Ну, вот это вот гора отдельно. Это просто несколько ПНГ. Они что, не смогли горы сделать на своём движке? Это просто, ну, типа, вот так вот ПНГ, они вот так вот друг от друга отдаляются. Прям видно, что это не трёхмерно. Мы приготовили... Вот это, вот это, вот это вот. Я вообще суперсильно не люблю. Я, блядь, хочу поиграть в игру. Идите нахуй со своими подарками. Ежедневными подарками. Еженедельными подарками. Подарками за вход в игру. Своими, блядь, бонусными кристаллами на покупку в вашем магазине чего-то. Отъебитесь от меня. Блин, они... Смотрите, он тут по воздуху, я почему-то иду. Почему они не... Ну, когда разрабатывали игру, они не могли нарисовать здесь вот... Не рисовать этот угол, чтобы тут прямо трап шёл. Они же как бы понимали, что их движок не поддерживает вот эти перепады высот. Зачем они её сделали? Заберите меня! Вам же одиноко, у вас нет ни одной женщины на корабле. Возьмите меня к себе назад. Я умею переключать стойки. Мне сказали, что мне скиллы все заберут. Нихуя, вот они все. Я только что нашёл лучшее, что есть в этой игре, ребят. Уи-и-и... Уи-и-и-и... Ну опять горит у этого чувака квест. Да в смысле? Да что... Что я должен нажимать? Задание? Что я должен нажать? Г? Откуда мне узнать, что я должен нажать Г? Да я жму левую кнопку мыши. А, ну вон там появляется, я понял. Короче, оно появляется, потом исчезает. Ну, что ж, раз им они дали сразу все обилки, и я должен драться, то давайте посчитаем их описание. Пять минут спустя. Бля, ну в этом нет смысла, они никак не связаны друг с другом, это просто кнопки, они просто наносят урон и, ну, какие-то двигают. Не, ну это серьёзно просто выглядит как разные не связанные друг с другом обилки, то есть дизайн классов по сравнению с Вовом настолько отсасывает, насколько только возможно. Ну, в Вове ты как бы там, вот у тебя такая обилка, такая, они там что-то разное делают, каждая кардинально разная. Может какие-то, с какими-то связаны друг с другом при этом, а тут просто типа, ну, ты нажимаешь, твой персонаж бьёт с разной анимацией. А ты хотел связь между обилками разнообразной на первом левеле? Ну, тогда пусть будет меньше обилок. Они меня разочаровывают. Это неправильный геймдизайн. Когда меня уже возьмут игры делать? Я объясню людям, как надо это делать. А не просто напихать кучу обилок и всё. Это наоборот неинтересно. Человеку кажется, что он нажимает разное, происходит одно и то же от того, что он нажал. И это портит его впечатление от игры. Он понимает, что в его действиях нет никакого смысла, что это просто какая-то дрочка кнопок. Но тут настолько легко, что это даже не дрочка кнопок. Не, ну хорошо, что они будут потом связаны. Ладно, я понял, я понял. Меня ещё никогда человек, который должен лечить, не просил о том, чтобы я кого-то полечил. Хотя ладно, это всегда так работает во всех квестах. Чё вы, ёбану, всё. Выберите зелье. Такой зелье в рюкзаке у меня открыто. Другая хуйня. Чего мне тут куча этих самых поверх высунули? Они чё, не могли вот это потестировать и увидеть, что... Ладно, всё, пипяток. А чё у него с рукой? Посмотри, какая она огромная. Он такой, ебать, у меня какая рука огромная. Что со мной? Смотрите, у него на самом деле кисть руки больше, чем его лицо. Теперь я не могу развидеть их огромные руки. Это может раса такая с огромными руками? Это, наверное, не люди просто. 20 минут спустя. То есть это секретная дверь, которая открывается бомбой. Я правильно понял? Ну просто я к ней уже подходил. То есть это не из-за меня. То есть мы реально взорвали бомбу и при помощи магии дверь открылась. Она как бы защищена от бомб. То есть она очень крепкая. Бомбы её не взорвают. Но они её открывают. Этот чувак вообще минимально похож на стража каменного. Чё? А чё я сделал? Я поправил статую просто? Но это не потайной рычаг. Это я просто статую типа подвинул. Её завалило. Я её подвинул как было. Она ж так и стояла изначально. Это ж не повод открывать двери. Или они сделали потайной рычаг в стиле завалившейся статуи. Я не придираюсь. Это просто реально странно. Ого, тут выборы есть. Это настоящая РПГ. Дать руку. Подыхать так вместе, а? Чё? В чём смысл? Берегитесь. Он хотел умереть с красивой девушкой. Я понял, ребят. Тут все такие типа убегающие. Были бы стрёмные. Закаменелые. А он был бы в обнимку с супертян. Так, ладно. Игра получает плюс три. Ой, их можно... Тут разрушаемые объекты. Погодите. Всё. Я снимаю претензии. Пять минут спустя. Я знал, что это не человек. Видите, это не человек. Нам показали его... Вот почему он щурился. Я сразу всё заметил. У него огромные руки, потому что он не человек. И у него он прятал глаза, потому что он не человек. А пророчества ошибаются. Я просто разоблачаю одного за другим этих чуваков. И я сразу же разоблачил, почему мы... Я такой спрашиваю, а хули мы расстаёмся-то? Тут остров, мы ждём корабль. А он взял и открыл портал. То есть, если бы я задал ему этот вопрос, я бы тоже просто... Он бы сразу... Он спалился просто сразу. Видите, то есть, всё логично. Зря я говорю, что это игра тупая хуйня. Тут всё абсолютно логично. Я надеюсь, тут есть трансмог. Я оставлю навсегда именно вот этот наряд. А, кстати, да, можно же снять одежду. Точно, я что-то забыл. В смысле? Панно же редкого хладнокровия. Это трусы. Ну, то есть, типа, трусы называются... Не, ну, в принципе, чтобы такие... Это как бы стринги. Чтобы такие стринги носить, надо реально быть довольно хладнокровной. Но только я не понимаю, почему, когда я раздеваюсь, у меня увеличивается количество одежды, которое на мне. Да хватит уже кряхтеть. Блин, в играх типа Вова, где нет попытки сделать фотореализм, это смотрится не так убого, но здесь... Ого! А, блин, это тоже увезь по этот маунт. Всё, я не буду таким маунтом восхищаться. Надеюсь, что никто не тратил на эту Санину деньги. Потому что выглядит, согласитесь, как полный шлак. Любой маунт из World of Warcraft, даже кода-то уренские, то лучше. Не, ну, походу, у каждой белки свои таланты. То есть, видимо, я просто модифицировал её. 20 минут спустя. Вообще, я бы, конечно, хотел, чтобы мне ещё и пиздюлей дали, как бы. А, подожди, и тут внезапно этот чувак. Ни хрена себе. А ты хули тут делаешь, братан? Ну-ка, давай-ка об этом поговорим. Ты за мной следил? Он просто... Он из кустов из каких-то, причём вышел. Там нету ничего. Там, как бы, стена и кусты. И он оттуда вышел. На самом деле, если в плане геймплея и того, как это интересно, это вообще неинтересно. Я сокрушаю врагов за один удар. Мне тут, ну... Я просто бегаю и какой-то херней занимаюсь. Я просто вообще не понимаю... Да, я уже много раз говорил, что я не люблю сюжетные игры. Но я вообще не понимаю, ну, почему я должен хотеть вот играть сейчас. У меня есть шесть кнопок. Ещё тут есть кнопки. Они все абсолютно одинаковые. Просто носят урон. Мне их никак не надо вообще о них думать даже. Я просто любую нажимаю. У меня сразу всё становится хорошо. В деблоди ты идёшь и убиваешь кучу мобов. Тебе падают шмотки, они тебя улучшают. А тут ты... Чё это вообще? У меня анимация ударов длится в три раза примерно больше, чем мне надо, чтобы убить, собственно, противника. Не дай бог нажать ещё два раза скил. В деблоди у тебя экшен, бесконечный лут, который бесконечно тебе улучшает, и минимум пиздежа. И по-другому построены скиллы. В деблоди нету вот этой вот штуки с большими... Ну, там есть скиллы с большими КД, но, в принципе, там именно зайдёт... По-другому там ощущается бой за счёт того, что у скиллов нет вот этих вот КДшек, когда тебе надо просто по очереди огоньки нажимать. Вот так прошёл мой первый день в Лу Старк. Честно говоря, впечатление очень так себе. Я ещё потом специально... Сейчас в Вове новый кусок сюжетки вышел. Я начал читать эту сюжетку. Ну, в смысле, просто сравнить, потому что в Лу Старке я вот начал вчитываться и думаю, господи, какой бред. Всё нормально, ребята. В Вове тоже полный бред, оказывается, если вчитываться. Тут никто не лучше. Пожалуй, в Тесса, действительно. Если, опять же, вчитываться лучше всего. Пока что Лу Старк в моём личном рейтинге лучше Файнал Фэнтези... 14-й. Ну, по-моему, всё что угодно лучше Файнал Фэнтези 14, без обиды, ребята. Хуже Элдер Скроллса и, конечно же, хуже. Самая лучшая MMORPG всех времён и народов в World of Warcraft. Но мне сказали, мне говорят, Пиптар, ты просто... Ты не вкурил. Тебе нужно ещё там... Вот потом будет сложно. И тебе нужно ещё чуть-чуть прокачаться. Ещё часов 30 ты прокачиваешься и понимаешь, что такое настоящий Лу Старк. Что ж, давайте попытаемся, по крайней мере. Я не уверен, что я смогу потратить ещё 30 часов на эту замечательную игру, потому что, типа, 30 часов вот этой нудятины. И я пока что вообще в Лу Старке не чувствую ничего ровным счётом от дьеблоидов. Я просто... Я хочу вот встретиться с человеком, который говорит, что Лу Старк — это дьеблоид. И пообщаться с ним лично просто. Желательно вместе, может, в Лу Старк поиграть. Потому что, когда на тебя прыгают три моба, у тебя есть шесть обилок одинаковых, просто с КД, типа, и ты их нажимаешь. Это вообще... Это нискок не похоже ни на Pass of Excel, ни на... Это... Это бред какой-то собачий. Тот инст, который мне в конце стал доступен, и мне его посоветовали пройти на героическом уровне сложности, чтобы ощутить, вот, типа, Пептар, вот примерно то же самое будет. Это... Это... Это очень скучная шляпа тоже. Может... Надо, наверное, просто поиграть. Наверняка. Хотя всегда, какую бы MMORPG или какую бы игру я вообще не смотрел, как только я решаю, что она говно, оказывается... Но мне говорят, Пептар, вот это говно, да. Вот это... Тут ты прав. Но если бы ты еще одну минуту поиграл, ты бы дошел вот до того-то момента, и тогда бы... У тебя там был 150-й парагон в каком-нибудь Тессе, и тогда вот начинается уже настоящий геймплей. Ты его видел, в принципе, на видео, и ты понимаешь, что там за геймплей, но ты не понимаешь, что он не скучный, на самом деле, он веселый. Так что, если вам зайдет этот видос, я еще постримлюл Старка. Сегодня, скорее всего, будет стримл Старка. Приходите вечером пятницы, и потом, ну, сделаем какое-то итоговое видео, если там докуда-то я докачаюсь уже, в конце концов. Разберемся, поглядим. Большое вам спасибо за внимание, большое спасибо Джексону, большое спасибо Бихили Дзоду, моим невероятным спонсорам, все остальные спонсоры. Допустим, Патреон, спонсоры на Ютубе, тоже вы невероятны. Я очень рад, как я все время повторяю, что вы переподписываетесь на Бусти, хотя на остальных площадках, если вам удобно, вы тоже можете оставаться, я там буду выпускать весь контент. Спасибо, что поддерживаете, смотрите видосики. И традиционный показ какой-нибудь херни в конце. Крышка от котелка. Как вы думаете, откуда она у меня? Ну, то есть, логично, что она от котелка. Зачем? Почему она оказалась именно сейчас около моего стола? Что происходит, ребята? Ваши версии в комментариях. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok